Ребята, всем привет! Я сейчас приехала в River Mall. Это у нас новый торговый центр на Левом берегу. Открыли, наконец-то. Сегодня я сниму для вас шоппинг-влог. Давненько его не было. Мы с вами пройдемся по магазинам, по масс-маркету и посмотрим базовые вещи. Ну, почему? Если бы я стояла по телефону, говорила, на меня бы никто не смотрел. Так что, идемте на шоппинг. Наконец-то открыли торговый центр. Давайте так поднимемся, а то мы, в общем, ножки, чтобы не устали, не дай бог. Класс. Очень красивый торговый центр. Смотрите, мало людей. Первое, что я могу заметить. Zara Home. На Левом берегу. Представляете себе, насколько мы развиваемся? Я недавно ехала с таксистом, и он мне сказал, что Левый берег – это Черниговская губерния, не Киев. Он говорит, вы не из Киев. Хочу сказать, что торговый центр очень компактный. Ну, как он большой, но он довольно-таки уютный, и в нем комфортно находиться. Потому что лавина, ты приезжаешь, она просто огромная, а здесь все такое... Короче, классно здесь, уютненько очень. Первый магазин, в который мы зайдем – это MChem Dem. Покажу вам, что. Здесь есть база, цены покажу. Кстати, вот моя новая подружка очередная. Это Юля. Мы с Юлей учились вместе в школе, и вот продолжаем до сих пор дружить. Юля, кстати, модель и актриса, поэтому она сегодня будет тоже на себе примерять какие-то луки. Вот, и мы вам покажем, что сейчас новенького есть в магазинах. Вот, мне уже нравится такой свитер, смотрите, большой. Коллекция Conscience, или как она называется, она из переработанных материалов, или потом перерабатываться будет. Стоит 850 гривен свитер. Базовые такие джемперы по 550 гривен, но они, конечно, мягенькие, приятненькие, красивых цветов, но мне не очень нравится их качество. Синтетика такая, понятное дело. Вот уже свитерочки поинтересней, качество поприятней, хотя тоже синтетика. Цена 700 гривен, но они очень приятные, укороченные, с широким горлом, и красивые цвета, бежевые, кремовые, серые, и вот темный такой лист. Воу-воу-воу, что это такое? Смотрите, какой костюм шерстяной, капец. Юбка, она просто как такая из ангорочки, и огромный такой ангоровый свитер. Мерять, конечно, не буду, но давайте посмотрим, сколько это стоит. Свитер стоит 850 гривен, и юбка, я думаю, где-то так же. Брючки, такую посадку брюк я не люблю. Не знаю, такой вообще мне не нравится. Такой мне не нравится. Такой я вообще никому не советую покупать. Пальту должно быть более целостное, более что-то похожее на вот хотя бы на вот это. А это какие-то полупердяйки из 2000-х, ну серьезно. Вот, классно, вот такие вот барашечки до сих пор в тренде. И они хорошо вписываются также в базовый гардероб, но качество мне не нравится. Очень классный свитерок, смотрите какой. В составе даже есть шерсть альпаки, цена 850 гривен. Он будет немножко просвечиваться за счет того, что такая крупная вязка. Будет красиво видно нижнее белье, какой-то бралет можно красиво одеть. И классный свитерочек. Что касается пальтов, вот неплохая модель, такого удлиненного теплого жакета. Ценник 1700 гривен. Красивый бежевый цвет. Вот новая лимитированная коллекция. Ring of Scotland. Очень красивые свитера. Такие врубчик. Степленные юбочки. Толстовки тоже такие. Очень крутая коллекция, мне прям очень нравится. Обязательно что-то померяем. И вот такой свитер обалдельный просто. Я очень люблю сочетание вот этого ромбика с яркими элементами. Виниловые лосины. Девчонки, надели бы такое? Я бы надела на какую-то вечеринку. Кстати, сейчас очень модные вот эти рубашки в клетку. Но очень важно осмотреть состав, чтобы была шерсть в составе обязательно. Кстати, прикольная вот рубашка, вот футболка. Вот дешевая линия Чендема 350 гривен. Такая немножко как винтажная. И классная чебурашка бежевая. Смотрите, мне очень нравится. Напоминает нашу детскую дубленочку, которую мы носили. Присольно. Я вообще люблю Чендем за большое количество разных прикольных свитеров. И всегда здесь себе что-то нахожу именно в плане свитерочков. Хотя они и синтетические в основном. Ну, плюс-минус им за их цену можно это простить. Сейчас опять модные вот эти вот застежки из нашего детства. Прикольный свитер. Красивый, яркий, зеленый цвет. Камера, конечно, его искажает, но можно его взять и померить. Просто must-have. Искусственная шубка. Причем она очень круто сделана. Она такая объемная. Сейчас обязательно ее померяем. Ценник на нее 2300 гривен. Девочки, кто из России, умножайте просто на 2 цену и будут приблизительно в рублях цена. Также, смотрите, девчонки, в H&M очень большое количество разных базовых кофточек, которые идеально подойдут для офисного такого лука. То есть под жакеты, под какие-то, под пиджаки, под кардиган зимой. Просто базовые нейтральные кофточки. Ничего особо из себя не представляя. Стоят 430 гривен с круглым красивым горлышком. Так что вот сюда за базой спокойно можно заходить. Я взяла себе померить вот такой вот гольфик. Он немножко будет просвечиваться. Мне интересно, как это будет смотреться с нижним бельем. Какой-то окружевной черный бралет и такой нежный в цвет кожи-вольф. Очень симпатичный вельветовый жакет. Такой цвет нюд. Мне нравится модель. Можно спокойно брать на размер больше себе. Ценник 1129 гривен. В общем, девчонки, померила этот свитер. Обалденный просто он смотрится. Единственное, я бы сюда поменяла фурнитуру. Сделала бы ее золотой. Ну, ничего. Ну, как? Мы с Юлей выбрали одинаковые свитерочки. Значит, такие красные. Короче, такой свитер стоит 550 гривен, мне кажется, да? В заре бы он, наверное, стоил тысячи полторы точно. Юля померила еще такую шелковую юбочку. 750 гривен. Ну, понятное дело, что-то не шелк, что-то какая-то синтетика. Я нашла вот такие вот типа шерстяные брючки. Ужасного просто кроя. Сзади резинка. Резинка. А впереди вообще ничего нету. Просто вот типа имитация брюк. Полнейший бред. Прикольная ткань. Это у меня большой размер, правда, на мне. Прикольная ткань. Вот если бы сделали из нее хорошие брюки, было бы очень даже неплохо. Очень классный пуховик такого золотого цвета. На мне это размер L. Мне очень нравится его длина. Нравится его цвет. Очень круто он смотрится. С капюшоном. Капюшон такой большой. Но капюшон, мне кажется, это больше декоративный такой момент. Застегнуться. Вот такая стойка будет. Я просто влюбилась в этот пуховик. Еще с бежевыми штанами. Он смотрится очень круто. Такой огромный круглый шарф, которому очень будет уютно, во-первых. Ну и во-вторых, вот сейчас такие огромные пушистые пуховики. Они прям максимально модные, актуальные. Сейчас вот все эти бренды там Yenki Yenki, какие-то Balenciaga. Они все делают огромные такие пуханы. Вот. Мне очень нравится. Я бы даже, честно говоря, себе такое купила. Поменяла бы резиночку, чтобы он оставался таким большим за счет своего размера. Но здесь сделала такой защипчик небольшой, чтобы рукав, видите, не падал. Вот. Но пухан классный. Это платье просто обалденное. Я в него влюбилась. Ребята, где брать столько денег, чтобы покупать себе все, что тебе нравится? Я просто в последнее время не хожу в магазин, и мне ничего не надо. А тут я зашла и просто влюбилась в него. Под плотные серые колготы с серыми ботфортами или серыми ботинками. С серыми лодочками на каблучках можно. Обалденное платье. Широкий такой ворот. Приятное очень на ощупь. У меня это какой-то размер, что-то типа L или XL. Даже сейчас посмотрим. Это L и стоит она 850 гривен. Но вы понимаете, что я без него не уйду. С серыми колготочками будет просто супер. Я, наверное, сейчас пойду, хотя XL-ку не знаю. Не знаю. Можно и не XL. Юльчик, ты померила юбку? Ребят, смотрите, Юля померила вторую лучок, который вообще хотела я одеть. Но у меня столько одежды там, что я попросила Юлю выполнить свою работу модели. Вот. Юбка в сороковом размере. Она большая на Юлю. И вот этот вот прекраснейший просто гольф. Мне он очень нравится. Кстати, круто, что у тебя так просвечивается яркий бралетик. Короче, классно. Мне нравится. Юльчик, как ты себя в таком чувствуешь? Приятно. Приятно? Да, гольф очень приятный. И его классно будет под какой-то такой, знаешь, шерстяной серый жакет. Такой грубый, тоненький такой гольфичек. Будет красиво. Вот. И я хочу это платье себе. Да, ну юбочка так на талии, да. Вот так. Сразу такая фигурка красивая. Так, все, в талии. А сзади такой вот. Это немножко хорошая. И вот прикольная, модная чебурашка такая. Эти штаны вообще себе, конечно, не подходят. Чебурашка. Кстати, ребят, насчет свитшота моего розового. Помните? Была куча вопросов. Вот он розовый, мужской. И тут разные еще цвета есть. Серый, бежевый. Я всегда захожу в мужские магазины и смотрю здесь разные толстовочки. Например, такой бежевый тоже на флисике. С Юлей присматриваем пижамку. Юля. Мне очень понравилась такая вот обычная трикотажная со штанишками. Очень красивый, нежный розовый цвет. И стоит она 550 гривен. Штаны и кофта сразу. Вот еще здесь у них такая, типа, джуси кутюр. Помните, раньше такое модно было? Велюровая такая. Очень много симпатичных сейчас костюмчиков. Таких домашних. Очень демен. Давайте мерить тренда. Что, чтобы я не померила, мне все будет. Кстати, смотрится not bad. Я как это... Блэр Волдер. Немножко. Сейчас это платье. Да, можно сюда отложить тренда. Скажи, что же Валерия откладывала. Кстати, смотрится очень даже неплохо этот обруч. И стоит он... 300 гривен. А такой? Вот такой пицца. Интересно, куда вот в этом реально ходить можно? Это Хэллоуэн. Вот это я понимаю. Юля, ну давай вместе. Затестим. Вроде что вырасту на голове. Блин, у меня так... Голову сдавливает. Правда? У меня нет. Нет? Как вам, ребята, такие шапочки? Так этот обруч, он стоил 300 гривен. Представляете? Что это за цены еще такие? Я себе кофту за 300 хочу купить. А тут обруч какой-то. А ты знаешь, одеваешь, и так между нами тает лёд. Так это у Диор вышла коллекция с такими штуками. И тут типа внутри написано Диор, Жадон, Диор. Там Эйчик такой на минималочках. Сейчас все будет. Как вам? Это мне и Арчику такое. Вы представляете? Если бы мы так ходили с ним. Какая прелесть. Это что, за 500 гривен? Почти как человеческое стоит. Блин, ты представляешь, что у нас с Арчиком были одинаковые кофточки? Ну, если бы у Арчика был папа. Я же говорю, что вот надо, говорю, мне такое. Представляешь, Арчика одеть? А тут есть размеры вообще? Или оно все в одном сайзе? Что мы ворвались по шляпам с Юлей. Ребятушки, идем в Зару. Зара сейчас у нас уже представлена онлайн. Поэтому все, кто пытались купить Зару где-то через каких-то перекупщиков, теперь можно самим зайти на официальный сайт Зары, все купить и новая почта вам доставят домой. Так что, да, вот такие хорошие новости. Обалденный. С альпакой. Да, с альпакой. Очень классный цвет мой любимый. Красивая пальтишка. Какая-то бренд еще какой-то. Premium Quality Fabrics. Премиальное качество тканей. И ценник за это пальто 4,5 тысячи гривен. Оно действительно очень хорошего качества. Сейчас все снимают эти ботинки. Говорят, что они очень крутые, но они действительно неплохо смотрятся. Не знаю, кожа это или не кожа. По ощущениям, вроде кожзам. В этом году очень большое количество в Заре красивых разных блуз. Абсолютно на любовь. Кус и цвет, как говорится. Кус и аромат. Красивые такие гиперные, разные блузочки. Много обуви на каблуках. Сапог вот таких вот белых, бежевых, красных, черных. Тоненькие брючки. Я люблю все-таки на осень что-то поплотнее. Какую-то шерсть немножко в составе. Даю гарантию, что в этих пуховиках будет полгорода ходить. Уже очень много девчонок в них встречаю. Такие плащевочки. Смотрите, очень похожая модель на то, что я мерила в H&M. Здесь стоит 3000, а там стоит 1300 гривен. Но тут цвет намного круче. И, ну, похоже на натуральный пух, даже а не на синтепон. Да, нет, все-таки это синтепон. Она идет в двух размерах. SM и LX. Но я проверю SM. Все люди, которые за чем-демом были, они все здесь тоже. Мне, наверное, я чем-демовская больше. Слушай, понимаете? Что из себя вижу? Не знаю. Это SM на мне? Может, померить большой? Смотри. Да, мне кажется, он не обижает. Ага. А я не понял. Я просто не понял. А здесь серый. Ну, да, реально, H&M-овская круче смотрится. Намного. Хотя это тоже такая прикольная, типа, мужская кубка. Но я бы купила себе H&M-овскую, наверное. Тем более за 1300 гривен. Я вот, кстати, мерила модель вот этих вот джинс, таких широких, объемных, которые сейчас очень модные. На мне они смотрятся просто ужасно. Я в них очень толстая. Нереально крутая бижутерия. Конечно, в Заре вот эти вот обручи. Очень красиво смотрятся. Вот какой-то просто толстый свитер, теплый. Будет невероятно круто смотреться. Но я мерила. И это очень неудобно сидеть на голове. Это очень тяжело. Оно постоянно спадает. Сельги крупные, вот такой же серебряный есть. Но если сможете носить, то очень даже советую. Вот, кстати, такой полегче. Сейчас померяю его. Я в Заре взяла по мере две практически одинаковые пары джинс. Честно, вообще не понимаю, чем они отличаются. Разница в 100 гривен. У них немножко только по цвету. Крой вообще одинаковый. Сейчас мы их померяем. Потом кофтюльку и вот это вот шикарное пальто. И белые боты. Я померяла такую совсем. Эта кофта, она мне реально возвращает в мое детство. Вот эти рукавчики, такие как колокольчики. Что касается джинс. Очень приятный стрейчевый джинс. Вот эти джинсы, которые на 100 гривен дешевле. Они более плотные. Они более, ты из такого грубого джинса. Вот эти все-таки более стрейчевые. Вот они абсолютно однотонные. Вот так вот выглядят с небольшими стрелочками. Чуть-чуть расклешенные к низу. Сейчас застегнем пальто. Оно есть еще в бежевом и в красном цвете. Нижнюю, наверное, не надо застегивать. Ну, пальтишко хорошее. Хорошее качество. Видно, что прям шерсть очень хорошая. Но not my style, actually. Хотя сюда неплохо. Мне нравится такое классическое пальто. С такими грубыми ботинками и белыми джинсами. Голубыми. Сейчас думаю о том, чтобы пойти взять еще какое-то платье. Показать вам, как будет платье под такие грубые ботинки. Потому что один из вариантов, с чем носить такие грубые ботинки. Это легкие, шифоновые, цветочные платья или платье в горошек. Мне всегда очень нравится, когда надевают такие контрасты. Там не видно, может не прятать. Юля померила этот замечательный свитерок с костюмом. Костюмы, это брюки. Брюки вообще другие сюда идут. Сюда идут брюки на высокой талии, длинные и низкие в пол. А Юля такие коротенькие надевала. Прикольно. Мне очень нравится. Да, и резинка здесь такая прикольная. И качество, конечно, свитерка обалденное. А сколько он стоит? 1800. 1800. Вообще, да. Я его на сайте смотрела. Я бы хотела, чтобы он еще длинный. Жакет? Светерок. А, свитерок? Да, конечно. Но его, кстати, красиво вот в такие какие-то голубые джинсы заправить. Было бы красиво. Ну, вот так. У меня здесь такое творится еще. Еще у меня сумка на полу стоит. Вот. А ботинки мне эти вот прям что-то очень понравились. Я теперь хочу все-таки ботинки. Они стоят 3000 гривен. Джинсы стоят 1300 гривен. Кофта стоит около, не помню, до 1000 гривен. Юльчик, что у тебя по прайсику? Пиджак 3000 гривен стоит. Штанишки не помнишь? 1300, наверное. 1300, наверное. Да, 1300 штанишки. И сумочка. Сумка 900. Симпатичные кроп-топы. Такие вот я люблю на спорт такие носить. С длинным лонг сливчиком. 700, 800 гривен. Серый, черный с белым. И розовый с красным. Все, мы с Юльчиком возвращаемся домой. Немножко скупились вейчики. Спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!